В этом видео мы расскажем, как устроен сварочный аппарат. Дадим советы по настройке, запуску и началу работ. Сразу скажем, это видео для начинающих сварщиков, поэтому информация будет дана самая необходимая, в доступной форме и разбита по блокам. Профессионалы здесь вряд ли услышат что-то новое. Ну что ж, начнем! Чтобы варить сварочным автоматом, давайте поймем, как он устроен. Аппарат для полуавтоматической сварки — это инвертор, в котором установлена катушка с проволокой и механизм для ее автоматической подачи. Проволока здесь — это электрод. Силу тока и скорость подачи электрода сварщик устанавливает сам, в зависимости от типа металла, который сплавляется, и от скорости перемещения горелки. По своим возможностям полуавтоматов существует великое множество. От простых в управлении и надежных аппаратов, которые могут решать оперативные задачи в быту или на строительной площадке, до высокотехнологичных аппаратов с синергетическим управлением и мощных трехфазных полуавтоматов для поточного производства. Хотя перечисленные сварочные полуавтоматы и отличаются между собой, все они имеют следующую комплектацию. Сам аппарат — источник сварочного тока. Сварочная горелка. Баллон с газом и редуктором. Газовый шланг. Кабель с зажимом заземления. Сварочные полуавтоматы позволяют варить как с использованием защитного газа, так и без него, с использованием специальной порошковой проволоки. В этом случае защитный газ образуется при сгорании специального порошкового состава. Когда и какой газ использовать? В зависимости от типа металла, который мы варим, и его толщины, в качестве защитных газов используют инертные, активные газы или их смеси. Самые распространенные — СО2, аргон и их смеси. При использовании аргона и его смеси шов получается более ровным, с меньшим разбрызгиванием металла. Баллоны бывают разного объема, и чем больше объем, тем дешевле за литр газа. Но если вам нужна мобильность, то обратите внимание на фасовку 5-10 литров. И совет — берите два, а то газ, он имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. Что касается выбора проволоки для сварки, рынок предлагает большой выбор. Важно помнить, что состав проволоки должен соответствовать составу металла, который варите. Самая распространенная проволока — это SV08G2S. Она отлично подойдет для сварки углеродистых и низкоуглеродистых сталей. Выбор диаметра проволоки зависит от толщины металла. Соответственно, дальнейшие настройки аппарата, сила тока, скорость подачи проволоки и так далее будут зависеть от этих параметров. На этапе настройки аппарата мы развернем данные этой таблицы. Проволока обычно фасуется в катушке диаметром 200 и 300 миллиметров. В качестве рабочей модели для сварки полуавтоматом возьмем модель INMIG 200SIN+. Это инверторный полуавтомат с синергетикой. Что такое синергетика и почему этот аппарат считается одним из лучших для начинающего сварщика, об этом мы расскажем во второй части нашего урока. А пока давайте посмотрим, что еще идет к нему в комплекте. В комплекте к аппарату идет горелка, газовый шланг, кабель заземления и кабель с электрододержателем. Надо отметить, что аппараты этой серии универсальны и позволяют также проводить сварку электродом и ТИК-сварку. А сейчас подключаем все компоненты. Сварочная горелка уже входит в комплект. Устанавливаем редуктор на баллон с газом. Подключаем газовый шланг к редуктору. Соединяем газовый шланг с редуктором на баллоне с защитным газом. Подключаем горелку к евроразъему на лицевой панели. Подключаем кабель массы к минусовому разъему. Заправляем проволоку в механизм подачи. И прижимаем ее роликами. Фиксируем катушку на оси. Устанавливаем ролики, при этом смотрим, чтобы ролик соответствовал диаметру проволоки, которую устанавливаем. В нашем случае мы ставим катушку с проволокой диаметром 0,8 мм и наш ролик на 0,8-1 мм. Освобождаем проволоку на катушке. Откусываем загнутый конец проволоки бокорезами. Вкладываем проволоку в канавку ролика и протягиваем ее в направляющую втулку евроразъема сантиметров на 20. Затем защелкиваем прижимной верхний ролик и выставляем необходимое усилие прижатия. Заправляем проволоку в горелку. Снимаем сопло горелки. Откручиваем контактный наконечник. Натягиваем горелку по прямой. Нажимаем на кнопку горелки и ждем, когда проволока появится со стороны гусака горелки. Далее накручиваем наконечник и сопло. Откусываем лишнюю проволоку. Вылет проволоки должен составлять 5-10 мм. Ну что, аппарат готов к работе. Теперь подключаем его в сеть и можно приступить к практической части. В следующем видео мы расскажем, как правильно настроить аппарат, какую силу тока выбрать, как правильно зажигать и держать горелку. И, конечно, будем варить. Увидимся!